Всем привет! В эфире Матрица, первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая и Даниил Ардаутов. Смотрите сегодня в программе. Сайт есть, а людей на нем нет. Что делать и как раскрутить свой сайт без больших вложений, разбиралась Алена Цихоцкая. Виртуальная гигиена. Зачем она нужна и как избавиться от беспорядка в голове. Порядок в мыслях и браузере наводил Олег Болберев. Эх, вот мне бы 3D принтер, а. И что бы ты с ним делал? Да я бы все, что мне надо для жизни, на нем печатал бы. Одежду, запчасти на машину. А что, на этом принтере даже одежду печатать можно? Можно. Вон, смотри, например, какое платье красивое получилось. Неплохо. А что еще на 3D принтере напечатать можно? А это я предлагаю узнать из нашего выпуска новостей. Музейные экспонаты будут распечатывать на 3D принтере. Смитсоновский институт США запустил проект, благодаря которому с домашнего компьютера можно просматривать и изучать трехмерные модели музейных экспонатов. Планируется воссоздать в трехмерном мире исторические события или, например, оживить модели динозавров. Внедрение подобных технологий изменит школьные занятия и сделает их интерактивными. Преподаватели смогут показывать ученикам объемные модели городов, химических элементов, геометрических фигур или исторических памятников. Например, можно, не выходя из класса, побывать в медресе Лукбека в Узбекистане или городище Хулбук в Таджикистане. Солнечные очки теперь заряжают iPhone. Дизайнеры превратили солнечные очки Ray-Ban в зарядное устройство для iPhone. На каждой дужке очков расположены небольшие солнечные панели и аккумуляторы, которые накапливают солнечную энергию. Для того, чтобы зарядить телефон, нужно снять дужки и подключить их к разъему смартфона. Правда, устройство не сможет зарядить мобильный телефон полностью, но продлит время его работы на несколько часов. Жаль только, что приобрести такие чудо-очки можно будет исключительно в официальных представительствах Apple, которых в Центральной Азии пока нет. Гифоскоп. Перенос гиф-анимации в реальный мир. Гиф-анимация очень популярна в сети, но что, если вынести ее за пределы компьютерного экрана? Тут вам поможет устройство Гифоскоп, с помощью которого гиф-анимация разбивается на отдельные кадры, которые затем размещаются на специальных алюминиевых табличках. При вращении рукояти изображения быстро меняются, создавая эффект краткометражного ролика. Но стоить такое удовольствие будет недешево – 300 евро, ведь каждое устройство собирается вручную под тот или иной гиф-файл. Amazon запустила новую услугу WorkSpaces по размещению виртуальных ПК на своих серверах. Облачная услуга WorkSpaces, доступная и пользователям Центральной Азии, позволяет дистанционно подключаться к Windows-приложениям с различных устройств, таких как iPad, Android-смартфоны, MacBook, планшетники, Kindle Fire и другие. Главное, чтобы у вас было стабильное и быстрое подключение к интернету. Цены на услуги колеблются от 35 до 75 долларов в месяц. В стоимость самого доступного варианта включен один виртуальный процессор и 50 гигабайт свободного места. А еще больше новостей смотрите на нашем сайте matrixdefisie.tv Ну или подписывайтесь на нас в Твиттере. Вот ссылка. В одной из прошлых программ мы рассказывали о том, как правильно искать информацию в интернете. Кстати, да, и тогда же ты мне пообещала рассказать о том, как сделать так, чтобы меня быстро находили в поиске. Ну не конкретно тебя, а твой сайт. В общем, как сделать так, чтобы мой сайт был в топе поисковиков. Разобещала, расскажу, покажу и дам пару практических советов. А ты точно в этом хорошо разбираешься? Ну за это можешь не переживать. Мне помогут специалисты. А ты смотри, слушай и учись. Сайт есть, а людей на нем нет. С подобной проблемой сталкивается большая часть новоиспеченных владельцев сайтов. Существует сайт, который медленно, планомерно, да, то есть там начинают как-то вот выходить на свои позиции просто. Поэтому это очень сильно зависит от категории, от того, сколько там конкурентов, например. В категорию медленно развивающихся попал и сайт Ассоциации психологов Республики Казахстан. Анастасия – психолог и одна из учредителей сайта Ассоциации. Проблема возникла в том, что мы создали сайт, который был предназначен для того, чтобы повысить, во-первых, успех наших каких-то продуктов, услуг. И в результате мы видим, что сайт не работает. Он призван оповещать людей, он призван давать информацию. Но сайт не работает, потому что на него не заходят люди по каким-то причинам. Мы решили помочь Анастасии и психологам в общем, а также всем, кто нуждается в раскрутке сайта. И начнем с самого простого – с выбора имени для сайта. Название должно быть простое и говорящее. Если у тебя доменное имя не имеет никакого смысла, представляет собой какой-то набор букв, то это будет сложно и поисковикам, и пользователям. И его найти, и поисковикам выдать. Дальше разбираем наполнение сайта – статьи, картинки, видео. Сразу скажу, в основном пользователь ищет и находит нужную ему информацию на первых трех страницах. Нам важно, чтобы сайты, во-первых, были привлекательными, то есть, чтобы пользователь в выдаче не быстро бы находил нужный результат. А во-вторых, чтобы сайт действительно удовлетворял бы нужды пользователей. Такие сайты мы поднимаем наверх. Именно на этих страницах в поисковике на первых местах стоят сайты с самым уникальным наполнением. Уникальный контент – не только текст, написанный или созданный самостоятельно, но и иллюстрации, иллюстрации и видео. То есть, если вы берете с какого-то постороннего ресурса и выкладываете фотографии без подписи, без указания источника, то поисковые системы точно так же вполне могут вас забанить, закрыть и как бы убрать так далеко, что никто в жизни никогда вас не найдет. Поэтому статьи из других сайтов лучше не копировать. Фото, если и выкладывать, то со ссылкой на источник, а видео снимать свое. Видеоуроки мы снимаем сами. Обычно видео, они носят характер, ну, такой, рекомендации, может быть, какие-то советы, короткие вставки психолога. Кстати, видеоуроки – это очень хорошая фишка на сайте. Однако к каждому видеоролику лучше создавать краткое текстовое описание. Так вы привлечете на сайт больше пользователей. Еще немаловажно понимать, довольны ли пользователи вашим сайтом. Владелец сайта, я еще повторю, что он часто не критичен к себе. То есть, он как бы думает, для него это как, не знаю, как ребенок, да, то есть, самый лучший у родителей, да, то есть, так же и сайт, самый лучший. Но, может быть, это не так, и точно так же в школе ставят оценки, да, то есть, поэтому можно посмотреть, насколько ребенок хорошо учится. Информацию об успеваемости вашего сайта можно посмотреть с помощью таких сервисов, как Google Analytics и Яндекс.Метрик. Теперь о том, как именно поисковик будет искать сайт. Для того, чтобы поисковая система смогла предложить пользователю именно ваш сайт по заданным словам поиска, необходимо правильно прописать ключевые слова, то есть, основные фразы, которые относятся к вашему тексту. Они должны состоять из ключевых, так сказать, моментов статьи, но не превышать там определенное количество, чтобы поисковику было удобнее. Ключевых слов не должно быть более десяти. Это самый оптимальный вариант, чтобы поисковая система быстрее нашла вашу статью при определенном запросе интернет-пользователя. Администратор нашего сайта, он выделяет эти ключевые слова. По какому принципу он это делает, до сих пор я не знала. Соответственно, может быть, и принципа там никакого не было. Кстати, на посещаемость сайта может влиять и его оформление. Например, длинные статьи вряд ли кто-то дочитает до конца. Мелкий шрифт очень утомляет глаза. В итоге пользователь страницу, скорее всего, закроет. Также одним из самых мощных инструментов раскрутки сайта являются социальные сети. Обычной такой раскруткой занимаются SMM-менеджеры. Но, в принципе, любой владелец сайта может это делать самостоятельно. Например, вот как в случае с Рея новости, да, они публикуют восточные мудрости. Вероятность того, что кто-то будет делиться какой-то новостью, она может быть не столь высокая, чем если это какая-то красивая, интересная цитата. Человек нажимает share, в итоге узнаваемость бренда Рея новости возрастает. Так как психологией увлекаются многие, в социальных сетях можно продвигать информацию, интересную для обычных пользователей. Например, как справиться с депрессией. Смотрите материал в нашей группе. Ну а из группы уже направляем людей на сайт. Кстати, в день нужно давать от трех до пяти таких публикаций. Мне понятно, и теоретически я могу это делать сама. Но, скорее всего, мы поручим это какому-то человеку, который будет этим заниматься ежедневно, более того, очень внимательно и точно, по одной простой причине, потому что лично у меня нет времени заниматься конкретно сайтом. Поэтому каждый человек должен заниматься тем, что он должен делать. В общем, обычному человеку раскрутить свой сайт можно. Вы сами можете поднять посещаемость. Однако для этого надо тратить свое время и силы. Надеемся, наша инструкция поможет нашей героине Анастасии и всем, кто решил запустить сайт. А за подробностями заходите к нам в matrix-defici.tv Слушай, ну ты меня озадачил, я как бы тоже могу все это делать, но мне так лень. Ну вот поэтому надо думать, что тебе больше хочется. Или не заморачиваться, или деньги экономить. Ну, деньги, конечно, но так лень. В последнее время мы проводим в интернете столько времени, что просто не успеваем. Алена, может, хватит уже? Ага, да ты понимаешь, ну тут просто в группе... Ай, ёлки-палки. Не могу, друзья в группу записали, и теперь каждые 2 секунды какой-то ерунда ушло. У меня уже в голове столько мусора. Знаешь, что я тебе на это скажу? Тебе необходима гигиена головного мозга. Гигиена? Ты уверен, это не больно? Сейчас наш информационный дворник Олег Болдырев выметит всю эту ерунду из твоей головы. Я так больше не буду. Если б я был твоим начальником, я бы тебя уволил. Павел Семенов – главный редактор журнала. Поэтому чтение и редактура статей – его ежедневный труд. Однако в последнее время ему все сложнее сосредоточиться на работе, так как лишняя информация захламляет мозг. С самого утра начинается захламление мозга, безусловно. Потому что, заходя в эти всякие разные приложения, получаешь кучу ненужной информации. Ну и, следовательно, эта информация оседает у тебя в голове. И эту информацию достаточно долго нельзя вытягивать из своего мозга. Она там остается, ты о ней думаешь, и это мешает, наверное, работать даже. Объем информации в интернете растет с такой скоростью, что человек не успевает все усвоить. Так возникает информационный шум, из-за которого человек уже не в состоянии отличить важное от мусора и потребляет все подряд. В итоге развивается инфозависимость. Это когда ты получаешь удовольствие уже только от прочтения новости, а не от ее содержания. Какой-то маленький такой небольшой голосок говорит, зайди в меня, посмотри, может быть, что-то новое появилось, может быть, там есть что-то, что тебя может заинтересовать. И ты, естественно, сначала заходишь в интернет под предлогом того, что ты будешь работать. Но чаще всего, к сожалению, случается то, что тебе просто-напросто необходимо проверить почту, посмотреть на то, какие обновления у твоих друзей в ВКонтакте, кто там, я не знаю, лайкнул тебя в Фейсбуке. Так социальные сети стали наиболее эффективным источником распространения инфошума, который бывает нескольких видов. В зависимости от медиаканала, да, этот мусор бывает разный. Например, в случае с Твиттером очень много так называемых SEO-публикаций, когда или с целью, например, вывода в тренд определенной публикации покупается или реализовывается большая армия ботов, да, псевдо-пользователей, которые что-то там создают. Кстати, вычислить бота, компьютерную программу, занимающуюся рассылкой рекламных сообщений, ВКонтакте очень просто. Если в графе веб-сайт вы увидите вот такую запись в икей.ком, не сомневайтесь, перед вами бот, который хочет вам что-то продать. Например, вот у этих двух, на первый взгляд разных людей, загружены одинаковые видеоролики. Это тоже признак того, что они боты. Другой вид информационного мусора, например, на, прости, Яндекс, на Яндекс.Маркете, да, там очень слабая система ранжирования пользователей живой или неживой. То есть, грубо говоря, заходя, читая отзывы про вот эту видеокамеру или про кофемолку, мы не знаем, кто стоит реально за этим человеком. Опасность так называемых мертвых душ в том, что они создают инфошум за деньги. А значит, им выгодно накормить нас чем угодно и когда угодно, отвлекая даже в рабочее время. Есть персоны, у которых, например, 50 или 100 аккаунтов. Он один в многих лицах их ведет. У него есть аккаунты для, например, детского питания, есть аккаунты для автомобилей и так далее. И он под этими, грубо говоря, мертвыми душами коммуницирует, создает то инфополе, которое необходимо. Поэтому не стоит верить отзывам на тот или иной продукт. Они могут быть обманчивыми. Существует даже норма, о которой умалчивают крупные компании. 400 позитивных комментариев в день. Впрочем, Алена Степанова, менеджер по интернет-коммуникациям в социальной сети «Одноклассники», уверена, что никакого мусора в социальных сетях вообще нет. Мне вообще кажется, что социальные сети, наоборот, перестали напоминать информационную свалку, потому что появились бренды в соцсетях. Как только появляется бренд, настоящая компания, производитель каких-то товаров или компания, которая предоставляет какие-то услуги, все становится на свои места, потому что всегда есть какая-то внутренняя корпоративная политика, есть какие-то правила общения с аудиторией и так далее, и так далее. Все-таки, чтобы оптимизировать свою работу, можно сделать так, чтобы эти социальные сети тебя не доставали. По крайней мере, можно отписаться от каких-то обновлений ВКонтакте, которые постоянно приходят и постоянно отвлекают тебя от нужной работы. Плюс ко всему, на всяческих сайтах, которые могут тебе вымочь, всплывает баннерная реклама, которую тоже можно блокировать. Например, в верхнем меню браузера Opera перейдите по следующим вкладкам «Настройки», «Веб-сайты», «Запретить выполнение Ява-скрипта», и реклама перестанет вам надоедать. Кроме того, можно скачать специальные приложения, с помощью которых вы сможете блокировать рекламу на любых сайтах. Таких приложений в сети – десятки. Но большей популярностью среди юзеров пользуется бесплатная программа AdBlock. Ее можно скачать с сайта adblockplus.org. После установки у вас в браузере появится вот такой значок, и назойливая реклама больше не будет вас доставать. Наверное, и дня не проходит, чтобы в интернете не растиражировали очередной мем. Выросло даже целое поколение потребителей мемов, то есть тех людей, которые дня не проживут без любимых виртуальных героев. Всегда и везде на ура идет контент так называемый «ми-ми-ми». Это всегда котики, собачки и так далее. И не зная, что написать в своей аудитории, опубликую фотографию у котика. Но устав от котиков, у Анатолия ненужного хлама, Павел пошел на кардинальные меры. В общем, удалил я всех своих друзей с фейсбука, и уже около двух часов у меня нет ни оповещений никаких, на почту ничего не пришло, никаких звуков так пленящих для того, чтобы я зашел на эту страницу и посмотрел. И уже два часа я просто работаю, причем работаю усердно. Сделал много дел, и это всего лишь за два часа. Конечно, Павел выбрал самый радикальный способ наведения гигиены головного мозга. Все-таки друзья могут обидеться. Есть более мирный способ наведения порядка в голове. Находчивые пользователи придумали пакет для мусора из головы, который можно скачать из интернета и распечатать. Нужно выговорить в него все, что накопилось, и вроде как станет легче, чем я сейчас и займусь. Ну, а если не поможет? Ну, тогда я скачаю тебе из интернета целую мусорку. Не надо мусорку, пакетом обойдемся. Ален, смотри, вот ты когда можешь в кинотеатре как бы дотронуться до героя, это 3D, а когда ты находишься буквально в эпицентре самого действия, это сколько D? В эпицентре? Что-то я тебя, по-моему, не очень поняла. Ну, когда вот ты сидишь, фильм смотришь, но не на экран смотришь, а как будто вокруг все. Да это невозможно. Ты знаешь, я бы не был так уверен. Компания Condition One приступила к съемкам фильма, который, по их мнению, может стать пионером и открыть миру новую эру в кинематографе. Создатели обещают 3D-видео, снятое с охватом в 360 градусов. Зритель сможет увидеть не только то, что есть в узком кадре традиционного кинематографа, но и все остальное. Во время фильма можно будет смотреть не только туда, куда хочет режиссер, а повернуть голову и рассмотреть как следует полуобнаженную героиню второго плана, например. Интересно только, куда во время съемок в таком случае денут всю съемочную группу, которая всю жизнь стояла за камерой. Ну уж вот этого я не знаю. Но на таком фильме побывать хотел бы. Ну пока его не сняли, предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику «Найдено в сети». Там тебя научат, как еще можно правильно развлекаться. Интернет сближает тех, кто далеко, и отдаляет тех, кто рядом. Зато благодаря социальным сетям, мессенджерам и прочим онлайн-сервисам становится проще организовывать настоящие встречи в интересных местах с любимыми друзьями. А мы подготовили для вас обзор сайтов, с помощью которых молодежь Центральной Азии узнает о самых лучших молодежных культурно-познавательных тусовках в своих городах. В рубриках «Вагонах казахстанского паровоза искусств» вы найдете расписание концертов, выставок, литературных встреч и кинопремьер. В разделе «Барахолка» регулярно публикуются объявления о поиске музыкантов, продаже инструментов и билетов по низким ценам. Также на арт-паровозе можно послушать собственное радио с качественной музыкой. Здесь собрана фанатека казахстанских исполнителей в самых разных жанрах. А можно посмотреть «Паровоз ТВ». В этом разделе собраны клипы, выпуски авторских программ проекта, прямые трансляции и архив репортажей о культурных событиях, которые вы пропустили, если не заглядывали в раздел «Афиша». Участвуйте в конкурсах, читайте блоги и творчески развивайтесь с паровозом искусств. В Кыргызстане все хорошо. На сайте show.kg все именно так. И не думайте, что основные новости здесь посвящены шоу-бизнесу. На сайте публикуется расписание событий самых разных – от театральных фестивалей до молодежных конференций. Тут можно прочитать про кино, танцы, кулинарные фестивали и модные показы. Если вы не успели на какое-то мероприятие, то show.kg расскажет вам о главном, покажет все в фото и видеорепортажах. Хотите больше узнать о людях искусства Кыргызстана? Добро пожаловать в разделы «Папарацци» и «Онлайн-интервью». Много хороших содержательных фото и все, что вы хотели знать о звездах, для вас уже узнали создатели сайта show.kg. Любители активного отдыха обязательно должны зайти на ресурс таджикистанского спортивного клуба «Ахба» по адресу alp.tj. Этот сайт прост и сделан с любовью. Здесь выложены репортажи с восхождений, описанные туры для тех, кто хотел бы увидеть красоты гор Таджикистана собственными глазами. А посмотреть тут есть на что. Можно сделать это прямо сейчас, не отрываясь от экрана. А если вы живете в этой стране, значит вам особенно повезло. Клуб ведет регулярный набор в молодежную спортивную секцию альпинизма, скалолазания и туризма. Молодежь Узбекистана на сайте фонда форум культуры и искусства Узбекистана наверняка найдет что-то особенно полезное вне зависимости от сферы своих интересов. Фондforum.uz это целый ряд детских и молодежных проектов, конкурсов и фестивалей творческих и спортивных, в которых каждый может принять участие. Если вы чувствуете, что готовы не просто участвовать в проектах, но и приносить пользу, вы можете подать заявку и стать волонтером фонда. А если вы уже являетесь частью какой-то молодежной организации или используете другие сервисы для организации своего времени оффлайн, мы будем рады вашим письмам по адресу matrixsobachka.internews.kyz У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrixdefisie.tv Новый выпуск программы ровно через неделю. С вами был Даньяр Даутов и Алена Цихоцкая. Пока. Виртуальные карты вместо глобуса. Кто рисует карты и как стать их частью в сюжете Алены Цихоцкой. Не верьте всему, что написано. Точнее, не верьте всему, что написано в интернете. Матрица решила проверить несколько самых знаменитых интернет-мифов. С природой заодно или что такое экологический офис? Новые технологии на службе обычных кабинетов рассматривал Олег Болдырев. Корректор А.Кулакова Вага. Продолжение следует... Продолжение следует...